Вот удивительный совершенно снимок, замечательный, это семья большая в гостях, на даче у Ремовых. Вот папа владыки в Рафаломе – это отец Фёдор Ремов, он был настоятелем храма Рождества и Анпритеч на Пресне, мама его, вот видно здесь какие-то восточные корни, что-то на лице владыки явно сказалось, вот сам молодой владыка, тоже единый семинарист. А вот этот удивительный совершенно человек – это родной брат его матери, Николай Константинович Лебедев, он был настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Кремле, у так называемых протомойных ворот. Вот храм, естественно, снесли, вот его еще называли храм «Нечайная радость Божьей Матери», чудотворный образ, который сейчас находится в храме Ильи Обыденного, очень образ почитаемый. Так вот, этот батюшка, он был близким другом святого праведного Иоанна Кронштадтского, вот, и есть такая известная семейная, у них известное семейное предание о том, что отец Иоанн Кронштадтский как-то, когда заходил в дом отца Фёдора Ремова, когда маленький Николенька еще был, прям лежал в колыбельке, вот батюшка его благословил и сказал, что это будет великий исповедник, будет исповедник церкви и великий молитвенник. Вот так вот о нем сказал. То, что отец Иоанн был другом и действительно духовником их семьи, это не просто какая-то легенда, что, как знаете, все хотят быть, потому что там вот мы тоже там родные, а мы тоже друзья великого человека. У них в семье до сих пор хранятся документы. Отец Иоанн Кронштадтский был крестником некоторых детей отца Константина Лебедева, вот, отца Николая Константиновича, вернее, Лебедева. Вот, и третьего сына даже прислал им телеграмму, задержите Кристины, буду лично. То есть была возможность крестить, быть крестным, как бы записанным, вот, а была возможность вот быть крестным таким вот самым настоящим, да, то есть лично действительно присутствовать при этом. Вот, и вот это вот действительно их большая семья, в основном Лебедевых, и фотография, которая хранится в семейном архиве. Вот это очень редкие фотографии владыки, которые удалось найти. Они хранятся в архиве тайных монашеских общин Высокопетровского монастыря. Вот, и глаза прям, фотография, конечно, качество ужасного, но вот сам такой взгляд владыки. Вот, на этой вот фотографии. А это владыка и его няня. Вы должны понимать себе одну вещь, что владыка, он родился в 1888 году. Вот, 3 октября по старому стилю, 16 по-новому, скоро будет его день рождения. И вот няня, которая с ним была с детства, она всю жизнь практически была рядом с ним. Владыка был очень болезненным с детства человеком. Вот, и она как-то вот как привыкла за ним ухаживать, вот так как-то, видно, за ним и ухаживала. И даже после его смерти мы с вами будем говорить о его переписке, вернее, не переписке, а о его взаимоотношении с епископом Невео, католическим епископом. И вот к ней он приходил тоже, спрашивал, неизвестно ли что-либо о судьбе владыки после его ареста в 1835 году. И, конечно, старая няня ничего не знала, могла только плакать, переживать после ареста, потому что понимала, что без надлежащего ухода, без надлежащих лекарств владыка просто и так бы долго не протянул, даже если бы его не расстреляли в 1835 году. Вот такие вот удивительные есть фотографии. Ну а вот это вот просто немножечко так вот прощелкнуто, чтобы вам показать. Это письма, некоторые письма и записки владыки к его духовным чадам, которые он писал из разных мест. Вот интересные несколько писем из Бутырской тюрьмы, тюрьмы во время его первого ареста. Вот обратите внимание, вроде вот все нормально, все написано, все зачеркнуто, вот так, чтобы не читалось имя Варфоломей. Архимандрит Варфоломей. Вот если приглядеться, вот там написано Архимандрит Варфоломей. И вот такие вот некоторые вымарывания такие, там были тексты, которые, вот вроде все, все, вот весь текст, пожалуйста. Вот Архимандрит Варфоломей зачеркнуто, зачем это понадобилось, кому? Вот такие вот удивительные вещи. Тоже интересный момент, такой письма из заключения. Обратите внимание, письмо, оно как бы состоит из двух частей. Одно наверху отцу Василию, другое – его духовные дочери, дочери отца Василия, вот духовные дочери отца Врафоломея, так, чтобы можно было разрезать, и каждый бы у себя сохранил свою часть. Вот что действительно, вот эти письма, они хранились долго-долго-долго. И вот здесь написано «Бутырская тюрьма, коридор 18, камера 56-я, архимандрит Врафоломея Римов, отцу Василию Павловичу Протопопову открытка». Вот такие вот удивительные. Кстати, обратите внимание, тоже интересный момент. Письмо, отправленное в 1921 году, и написана дата. Дата письма, видите, какая? 7429 год. Отцетворение мира. Владыка. И некоторые даже официальные документы, которые он писал позже, он подписывал датами отцетворения мира. Ну не все, конечно, но некоторые. И всегда, конечно, даже когда уже была введена новая орфография, все, Владыка писал все вот в старой орфографии. Это всегда. Ну вот это вот несколько таких моментов, которых… А вот еще хотела вам показать. Обратите внимание, вот на эти открытки несколько. Мы будем их упоминать. По полслова, по четверть слова. Что это? Зачем это? Вот обычные открытки, на обычных открытках, которые он посылал своей духовной дочери. То есть как бы некая такая игра политическая. Не факт, что эти открытки были отправлены все в одно время, и мы видим, что они не пронумерованы. А это просто одно письмо. Одно письмо, которое разбито на последнюю часть этого письма, на 12 открытках была им отправлена, его духовной дочери. То есть вот так вот составляй и читай. Это, к слову, тоже впоследствии мы увидим, что вот такая вот нечуждость его такой вот игре, некой дипломатической, политической, воспитательной игре своих духовных чад, вот она в том числе и сказывается в его взаимоотношениях с католиками позднейших. Ну вот мы сейчас видим Владыка, это уже 30-е годы. Одна из наиболее известных его фотографий. Вот здесь вот тоже фотография Владыки. То есть видно, что... А, да, я хотела сказать, вот он родился в 88-м году. Вот иногда кажется, что это человек такой уже умудренный, не только опытом, но и годами. То есть что человек, которому, в общем, уж по крайней мере не 40 лет, как мы видим, например, на этой фотографии, кажется, что он старше должен быть. Вот, а расстрелян он был в возрасте... 35-й год, 47 лет, да, довольно молодым. Вот интересный рисунок, набросок Павла Корина на службе. Мы видим, что такое уже изможденное, действительно, болезненное лицо. Даже по этому наброску это видно. Вот. Это академический храм Покровский, благочином которого Владыка был в годы, когда он был архимандритом еще, когда он был профессором Московской духовной академии до ее закрытия в 19-м году. Ну, скажем, что... А? Хорошая фотография, естественно. Вот, да, это здесь он еще молодой, здесь еще вот мы видим верманах. А это с одним из его духовников, засимовских старцев, игумен Митрофан Тихонов, и с кем-то из его духовных чад, с кем точно мы не знаем. Вот, Лавра. Это его духовные чада. И новомучники, прославленные в соборе новомучников, клирики Высокопетровского монастыря, преподобно-мучник Герман Полянский, фотографий, к сожалению, не осталось, только вот есть икона, такая вот... Преподобно-мучник Федор Богоявленский, удивительный человек совершенно, о котором многие очень знают. В 1943 году он погиб в тюрьме Балашова города, будучи переведен туда из Москвы при эвакуации Москвы, в том числе московских тюрем. Был просто запытан практически. Протеерей Владимир Страхов, который был последним официальным ректором Московской духовной академии до 1930 года, когда он был арестован. И после него как раз уже владыка был практически единственным, кто возглавлял работу академии, вплоть до самого своего ареста. Вот, ну вот, меня спросили в самом начале, когда мы еще переходили с того помещения, а какое я ко всему этому имею отношение. Дело в том, что в 2000 году, даже еще раньше я впервые появилась в Высокопетровском монастыре, работала в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, который расположен в стенах монастыря Высокопетровского. И поскольку председатель отдела в то время совмещал свои обязанности с тем, что был настоятелем. Сперва подворья патриаршего, тогда еще не было монастыря, в 2009 году только была возрождена монашеская жизнь в обители, и тогда уже стал наместником Высокопетровского монастыря, владыка Меркурия, и председателем отдела. Но еще архимандрит Иоанн Экономцев, еще до владыки Меркурия, в свое время благословил меня на работу по сбору материалов, которые касаются наших новомучеников, новомучеников Высокопетровского монастыря. И, конечно, говорить о наших новомучениках и не сказать о том, кто возглавлял монастырь в то время, было совершенно невозможно и немыслимо, и не только потому, что статус его к этому предполагает, но и потому, что ко мне в руки попала замечательная книга в то время, книга Матушки Игнатии, схемонахини, которая называлась «Старчество в годы гонений». Если вам удастся найти эту книгу, то я вам очень и очень ее рекомендую найти и прочитать. Первая часть этой книги посвящена и ее старцу, и ее духовному отцу, преподобному ученику Игнатию Лебедеву, который пришел в Высокопетровский монастырь из Зосимовой пустыни после ее закрытия в 1923 году. А вторая часть этой книги – это летопись общин, вернее, общины, духовной семьи старца Игнатия от того момента, когда они появляются в Высокопетровском монастыре и вплоть до, пожалуй, до 40-х годов, где-то до середины 40-х годов прослеживается эта летопись. И очень много матушка там уделяет внимания, и вот я буду тоже это цитировать, владыке Врафоломею. И во владыку я просто тогда влюбилась как в старца, как в удивительного совершенно духовника, как исповедника, мученика Церкви Христовой. И мне стало интересно все, что связано с его жизнью. Я стала просто это собирать вплоть до того момента, пока не наткнулась на вот эти проблемы, связанные с его канонизацией. Вообще сбор материалов для канонизации новомучеников и в том числе владыки Врафоломея благословил в свое время еще протеерей Глеб Каледа. Наверное, многим из вас это имя известно. В начале 90-х годов, когда он вышел на открытое служение, он как раз служил в высокопетровской обители. В 94-м году, когда он умер, именно там его отпевали. И было, кстати, несколько удивительных случаев, о которых вспоминала его дочь. Вот недавно был день памяти батюшки Глеба. И матушка Леония Каледа, она настоятельница игумени Зачайцевского монастыря в Москве, вот она вспоминала, что дважды были такие моменты, когда отец Глеб во время богослужения в алтаре начинал петь многое лето архиепископу Варфоломею. Матушка его, которая стояла на службе, потом подходила к нему и говорила батюшку, ну ты что, он же расстрелян, он умер, ему надо вечную память петь. На что батюшка и отвечал, как я могу петь вечную память архиерею, которая стоит передо мной на горнем месте и меня благословляет. Вот такие вот были удивительные действительно события. Причем свидетельства о посмертных явлениях владыки, они неоднократны. Это не только от отца Глеба мы слышали. Есть воспоминания, которые сохранились в книге, воспоминания о храме Покрова Пресвятой Богородице на Лыщиковой горе. И вот там, дело в том, что в этом храме, как раз после закрытия Высокопетровского монастыря, когда в 1935 году, после расстрела владыки, после ареста некоторых других клириков Высокопетровского, некоторых прихожан Высокопетровского монастыря, община распалась, собственно говоря, уже как таковой духовной семьи. Они уже не могли ходить туда, в этот храм. Это был храм, уже община перешла в храм Рождества Богородицы в Путинках, было последнее ее пристанище, где этот храм сохранился, слава Богу, и многие из вас его наверняка знают. Это рядом с театром Ленинского комсомола такой вот храм-теремок, очень красивый. И вот это было как раз последнее место, где нашла приют общины Высокопетровского монастыря, где служил владыка Варфоломей, где, выходя со службы, он сказал, что это моя последняя служба, теперь ему надо было идти домой, где производился уже обыск и арест. И в момент его ареста остались воспоминания, что с грохотом рухнула икона со стены в алтаре этого храма. И после уже его ареста храм был передан как настоятелю и был возведен сам епископа. Некий архимандрит Алексей Сергеев, который, как известно, было всем, был даже не тайным, просто сотрудником НКВД. И многие люди, после того, как подходили к нему на исповедь, кого он сам к себе подзывал, естественно, к нему ходить на исповедь никто не любил особо. Но если батюшка зовет, это вообще как бы не откажешь. И после этого люди уже просто собирали, готовили чемоданы. Потому что понимали, что просто так вот такие вещи не останутся. И, конечно, уже община духовная в этом храме оставаться не могла. И многие тайные монахини, особенно монахини из духовной семьи преподобного мученика Игнатия Лебедева во главе со старшей монахиней матушкой Евпраксией, схемонахиня София ее имя, они перешли в храм Покрова Богороди на Лычковой горе, и составили клирос этого храма. И было там как раз такое вот явление одной из прихожанок. Во сне явился Владыка Варфоломей, и он стоял там как раз рядом с кануном. И она так раз спрашивала, Владыка, как и вы здесь? А вы-то что здесь делать? Она говорит, ну а где мне еще быть? Здесь были его чада. Здесь были те, кто его поминал, здесь были те, кто о нем молился, здесь были те, кто его знал, кто его любил, и поэтому в то время Владыка был там. И о тех чудесах, которые совершались, конечно, по молитвам Владыки, ну могу и я свидетельствовать, потому что это было в моей жизни тоже неоднократно. и люди, которые мне помогали. Ну, раз что у нас уже не совсем так, как запланировано идет беседа, рассказ, вот я все-таки не могу, конечно, не рассказать о таких вот о паре случаев. Например, как-то был день памяти, неделя Монтаря и Фарисея, примерно год назад. И вот я пошла в храм, и как-то с таким трудом что-то было тяжело, очень устало. Но думаю, ну все-таки такой день, как бы уже начинается предначинательная вот эта вот неделя перед Великим постом, надо пойти, и уже возвращаясь из храма, думаю, надо посмотреть, чья сегодня память еще из святых. И увидела, что среди святых в этот день память преподобной мученицы Рафаилы Вишняковой совпала, а это духовная дочь владыки Варфоломеи, которая была им пострижена в схему, и которая позже была расстреляна на Бутовском полигоне. И как-то у меня вот прям молитва такая сердечная, Матушка Рафаила, помоги, ну вот как-то надо мне собирать материалы, надо все это оформлять, надо все это делать, потому что работы очень много, надо расшифровывать тексты, как-то помощников нет. И как-то вот с такой я прям по поводу владыки тоже к ней вот взмолилась, и на следующий день раздается звонок. Здравствуйте, полгода назад мы слышали в Калининграде ваш доклад. Вы рассказывали о новомучениках Высокопетровского монастыря, об архиепископе Варфоломее, вот мы взяли благословение у нашего духовника, мы хотим вам помочь. Вот, и вот действительно эта женщина в Калининграде недавно была у нее в гостях, удивительный совершенно человек Ирина, она очень помогала тогда, и когда я к ней приехала в гости, смотрю, вот у нее так портрет владыки Варфоломеи, тоже на видном месте, дом стоит, среди почитаемых отцов, старцев, вот из тех, кто еще не прославлен. Другой случай был тоже связан с одной из мучениц духовных чад владыки Варфоломеи, о которых мы узнали совсем недавно, буквально, вот хочу вам показать. Вот, это икона новомучеников Высокопетровского монастыря, собор новомучеников, исповедников Высокопетровского монастыря. Те, кто у нас в монастыре бывал, эту икону, конечно, видели, ее знают. И здесь было изначально девять человек у нас с нимбами из тех, кто был вот к тому году, к 2013 году прославлен в соборе новомучеников и исповедников. Совсем недавно, буквально, когда я болела коронавирусом, почему-то оказалось такой вот момент, время, ко мне в руки попали материалы, я даже не помню точно, как вся эта история произошла, но мы узнали, что среди прославленных уже еще в 2006 году от московской епархии была такая мученица Анна Павловна Четверикова, мученица Анна Четверикова. И никто о ней ничего не знал. В интернете, когда я пыталась найти какие-то материалы, там было буквально три строчки. Дата рождения, дата ее мученической кончины в лагере, где она погибла в Кемеровской области, и дата прославления. Все, ничего больше. И тут я понимаю, что у меня в руках есть материалы о ней, есть воспоминания о ней, есть следственное дело, которое вот можно найти там в Гарфе, есть какие-то еще вещи. И собралась целая действительно большая статья «Большое житие» мученицы Анны Четвериковой. Так вот, что важно, что в 1937 году одно из обвинений в ее адрес было в том, что она среди верующих говорила об архиепископе Врафоломее, враге народа, как о святом мученике церкви, который как бы обязательно будет прославлен, и за кровь которого как бы вот те, кому надо, ответят. Вот удивительно такая вещь. И недавно совсем, стоя, там вот отдыхала в Калининградской области память кемеровских святых, как раз, когда вот мученица Анна, благодаря этой статье, она вошла в собор кемеровских святых накануне, вот, и раздается звонок. Мне опять, причем, стою на берегу моря, раздается звонок. Здравствуйте, а вы что-нибудь знаете о Схиархимандрите и о Сафии Исаеве? Я говорю, да, знаю, это один из наших старцев высокопетровских. А что? Вот, и выясняется, что звонит человек, а мы Аням ничего не знали после его ареста в 34-м году. И вот выясняется, что звонит человек, который благодаря статье о мученице Ане узнал, что вот Схиархимандрит Иосаф был ее духовным отцом, и он знает, где он служил, где он окончил свои дни, где находится его могилочка почитаемая, куда приезжают верующие, даже из Москвы, вот в Рязанской области, удивительный храм вот Успения Божией Матери. То есть вот какие-то вот такие чудеса, которые происходят через Владыку, через его духовных чад. Ну, а с родственниками Владыки я познакомилась на могиле его родителей, на Пятницком кладбище. Тоже вот известный такой факт, что Владыка в Рафаламее, он был прозорлив. Это неоднократно отмечалось его духовными чадами. Некоторые к нему даже боялись подходить в каком-нибудь вот не том состоянии, что он знает, потому что он мог обличить человека принародно, для того, чтобы его как-то вот, ему помочь, исцелить его недуги духовные. Вот. И вот как-то, будучи на Пятницком кладбище рядышком с могилами своих родителей, своих родителей, он сказал, моей могилы не будет. То есть он как бы, вот, ну, знал это просто. Действительно, мы не знаем, как вот. Даже родные спрашивали, просили, чтобы хоть тело его отдали, хоть пепел его отдали, если его кремировали, но, конечно, никто ничего не получил. И где находится, где был погребен владыка или кремированный, где находится его прах, никому неизвестно до сих пор. Вот. Так вот, будучи на Пятницком кладбище, как-то вот я подошла, но могилы владыки нет, думаю, на хоть сколько в могиле родных я подойду. Вот, подошла. И вот буквально это наитие откуда-то было вот из внутри. Я не знаю, как это еще сказать, потому что никогда, ни до, ни после, я такими вещами не занималась. Я достаю листочек, пишу, если вы что-то знаете о владыке Варфоломеи, позвоните мне по такому-то телефону и вешаю листочек на ограду этой вот могилочки. На следующий день раздается звонок. Здравствуйте, я внучатая племянница владыки Варфоломеи. Вот меня зовут Ирина там. И вот так мы познакомились с замечательной женщиной, которая вот предоставила эти фотографии, которые я вам показывала вначале о семье владыки и очень много рассказала действительно вот о его близких. Вот мученица Анна у нас вот недавно действительно появилась так вот уже с нимбом. Вот раньше у нас... Что касается этой иконы, вот хочу обратить ваше внимание, что... Вот как, кстати, вот сам владыка изображен, но, как вы понимаете, без нимба пока еще. Вот, но надежды не теряем. Видите, один уже нимб после того, как икона была написана, у нас еще один появился. Может быть, появятся и другие. Но вот буквально про каждого из этих людей, те, кто был... Кто-то из них был рядом с владыкой, кто-то не был рядом с владыкой, но большинство из них, конечно, это период 20-30-е годы Высокопетровского монастыря. Из тех, кого мы знаем до этого, из нашей соборного мучеников, вот священный мученик Макарий Гневушев, он был расстрелян в 1918 году, мученик Николай Варжанский тоже в 1918 году был расстрелян. А остальные... Да, вот епископ Серафим Голубятников в 1921 году погиб в Новоспасском лагере, мы не знаем точно как. Возможно, тоже были какие-то расстрелы. Известно, что это было расстрельное место. Но он был настоятелем нашего монастыря, так же, как и священный мученик Макарий, еще в дореволюционное время. Ну, собственно, вот я проволожу тоже рассказ о себе. Вот поскольку я многое об этом стала узнавать и действительно вот как-то полюбила Владыку как духовника, читала его письма, с которыми меня познакомил историк Алексей Беглов. Есть такой замечательный историк Алексей Львович Беглов, который как раз начинал вместе с батюшкой Глебом Калядой. Вот этот вот процесс поиска материалов о наших новомучениках, он общался с матушкой Игнатией лично. Он помогал оформлять вот ее книги, давал, делал комментарии. В общем, очень много, на самом деле, всего сделал. И у него собрался большой архив тайных монашеских общин высокопетровского монастыря с письмами, с записками, с переписанными и перепечатанными многократно проповедями Владыки. То есть даже сам факт того, что в то время его духовное чадо, несмотря на то, чем это грозило, все это у себя хранили, говорит о том, насколько им дорога была память о владыке Варфоломеи. Интересно, что вот тоже в храме Ильи Обыденного в 70-е годы служил протерей Борис Уткин. Возможно, кто-то и тоже слышал о нем. Вот такой вот известный довольно-таки батюшка. Многие к нему ходили, как к старцу. Он перед смертью принял постриг с именем Пафнутий, а в юности он был и подьяконом владыки Варфоломея. Вот как великую святыню он хоронил у себя епитрахиль, которая была подарена его владыкой, или передана на хранение, я не знаю, но вот он хранил ее всю свою жизнь. И вот сейчас эта святыня тоже передана нам. Панагия владыки Варфоломея, кто-то из его духовных чад, вот теперь уже вряд ли мы узнаем, кто передал ее в свое время наместнику Данилова монастыря еще в середине 80-х годов отцу Евлогию, который стал митрополитом Владимирским. И сейчас эта панагия находится в музее Владимирской епархии. Но вот идет разговор о том, чтобы передать ее тоже к нам в Высокопетровский монастырь. Одна из духовных дочерей владыки Варвара Александровна Платонова, которая была старостой храмов монастыря в течение девяти лет, с 1924 по 1933 год, когда она была арестована, вот она бережно хранила подаренную ей владыкой икону святителя Петра Московского, на которой вот на обороте она как раз вот написала, что это дар ее духовного отца, епископа Варфоломея. То есть вот такие вот вещи люди сохраняли. Вот сейчас они у нас собираются по молитвам владыки. Удивительно еще несколько вещей, как удалось увидеть документы многие. Ведь я держала в руках и следственное дело владыки 1920-1921 года, следственное дело владыки 1935 года, по которому он был, собственно, расстрелян. Больше того, с Божьей помощью, молитвами всех, кто молился, удалось попасть в зарубежные архивы, в архивы Ватикана, в архивы Рима. Архивы Рима – это огромный архив епископа Пипи Эжена Невио, который хранится в архиве Генеральной Куре-Асумпционистов, орден, которому он как раз принадлежал. Это сотни, буквально сотни листов документов. Тоже вот хотелось бы вам показать хоть что-то из них. Обратите внимание, вот архив, видите, сколько папок, вот это папки, все по годам рассортированные. Вот, к примеру, одна из папок, только за 32-й год. Вы видите, сколько здесь вот этих вот писем. Вот они, но здесь вот он показывает, видите, в перевернутом виде их у нас, а вот можно, ну, неважно. То есть на бумаге, это папиросная бумага все, в чуть больше формат, чем А4. Очень плотный машинописный текст. Каждые две недели, очень аккуратно, это просто было правило, вот такое письмо на трех-четырех листах епископ Пий-Невио отправлял своему начальству, и там было все, что он мог, о чем он мог сказать за истекшие две недели. Состояние католической церкви, новости православной церкви, какие-то новости о тех, кто был репрессирован, как католике, так и православной, о ком он узнал. О его встречах с владыкой Варфоломеем неоднократно звучит в этих письмах. Переводы вот тех частей, где говорится о владыке, вот занимают страниц 60 у меня вот такого вот текста, то есть там довольно часто имя владыки у него действительно упоминается. Общее состояние вообще в Москве, то есть от того, как что можно там руки-ноги поломать в трамвае, и до каких-то уличных зарисовок, частушек, которые ему удалось услышать. Вот есть несколько статей моих, которые уже опубликованы, которые связаны с письмами епископа Невио. Вот можно с ними как-то познакомиться, наверное, посмотреть, если это интересно. И вот множество, множество, множество таких вот писем, в которых масса информации. Я благодарна тем сотруднику этого архива, который разрешил мне сфотографировать это, потому что, конечно, письма иноязычны. Я не настолько хорошо владею французским языком, они все на французском языке, чтобы там же на месте сразу вникнуть и иметь возможность за то краткое время, которое я могла там быть, все это прочитать и выделить необходимое. Я просто упросила сделать это, чтобы я могла уже спокойно дома, в спокойной обстановке поработать и найти все, что там можно найти. А кому направлены письма были? Письма были направлены епископу Дербеньи, руководителю комиссии про Руссия. То есть это было доверенное лицо папы, Пия XI, который занимался, вот эта комиссия про Руссии, она занималась не только Россией, но и вообще делами Восточной Европы. То есть там хранятся документы, там Польша, Болгария, ну и Россия, естественно, само собой отдельно. И вот в этих документах, в историческом государственном архиве Ватикана отдельная прям есть такая вот подшивочка, которая касается владыки Варфоломии. Что касается владыки, то и его отношения с католиками. Ну, здесь, конечно, это такой момент, о котором спрашивают всегда в первую очередь. Больше того, недавно, когда я просила у одного батюшки как раз вот в храме, где служили в том числе уже позже духовные чадо владыки Варфоломии, вот когда была память, когда было 85 лет с его расстрела, совсем недавно, написала батюшка, помолитесь как будто о упокоении убьенного архиепископа Варфоломея. Вот через какое-то время он мне позвонил, говорит, а вы знаете, что вот он как будто принял католичество, а вы знаете, что он там как-то взаимодействовал, сотрудничал, значит, с епископом Дерменьи и так далее. То есть очень много всего, что известно со стороны католиков, больше того, что вошло не только в католическую энциклопедию, это было бы логично, потому что они-то считают его владыку совершенно точно своим, но это вошло и в православную энциклопедию. То есть если вы почитаете на букву В о владыке Варфоломея статью, то там как бы черным по белому все написано. В 1932 году есть данные, что в 1932 году Таин принял католичество, никаких альтернативных версий там по этому поводу не приводится. Но вот я думаю, что не погрешу, если скажу, что я сейчас знаю больше всех об этой стороне деятельности и об этой стороне жизни владыки. Больше всех исследовала эти документы и держала их в руках. Вот, кстати, вот этот архив, где мне удалось поработать. Архив ассумпционистов. Это я с одним из писем владыки Варфоломея в руках. Вот удивительно, это вот чего там только нет, что называется в этом архиве. Кстати, вот это вот, это исповедание католической веры, человек, который принимал католичество, тайно или явно для внешних, это как бы не суть важно, но католики его признавали свои после того, как он подписывал вот такую вот бумагу, вот исповедание католической веры. Я вот на трёх листочках, вот здесь вот как бы, да, вот в присутствии кого, подпись Пи-э-Жен-э-Нэ-Вё. А вот, кстати, и сам Пи-э-Жен-э-Нэ-Вё. Сейчас, нет, это одна из страничек писем. Вот. Ну, дедушка и дедушка, да. Вот на обороте в одной из таких фотографий написано латинскими буквами, но по-русски. Товарищ, то есть он – товарищ, то есть в костюме товарища, да, епископ в Пи-э-Нэ-Вё, в костюме товарища. Вот. В штатском, да. В костюме товарища. То есть вот товарищ, товарищ, идёт себе по улице, но никто не привяжется, да, вот в кепочке такой. Чем-то на Ленина даже похож. Там есть его фотография удивительная. Сейчас покажу. Вот. Вот никто не привяжется, да, просто побояться. Вот. Ну, а это он уже, собственно, в епископском облачении. Храм Людовика Святого, католический костёл, не так далеко от Высокопетровского монастыря, находится тоже, до сих пор действует, вот в центре Москвы. Это кто? Это он же. Кто? Вот епископ Пи-э-Жен-Нэ-Вё. Апостольский администратор в Москве с 1926 по 1936 год. Главный, скажем так, главный по католикам. Как его непонятно имя? Пи, у него двойное имя, Пи-э-Жен, а фамилия Нэ-Вё. Пи-э-Жен-Нэ-Вё. Вот. Такой вот удивительный человек. Это просто не знаю, что значат эти фотографии. Кто-то куда-то едет, возможно, и он. Долгое время он служил в Макеевке до 1926 года на Донбассе. Вот. А потом уже переселился в Москву и уже служил в Москве. В каком храме он был виноват? Людовика. Людовика Святого. Это костел Людовика Святого. Где-то он в центре находится, я точно не знаю. Вот я как-то до туда еще не добралась. Вот. Но чем интересен этот храм и чем он пересекся с историей Высокопетровского монастыря, не только тем, что нередко посыльные от владыки Врафоломея связные как бы туда ходили, для того, чтобы передать какие-то вещи или, может быть, записки к епископе и оттуда, соответственно, к владыке, но и тем, что в 1935 году, когда было арестовано 22 человека по делу Высокопетровского монастыря, плюс владыка Варфоломей, так вот из этих 22 человек их как бы разделили напополам. Половину приписали к католической группе Высокопетровского монастыря, а половину к православной группе Высокопетровского монастыря. Легенда о том, что при Высокопетровском монастыре была католическая группа, она как бы существует в некоторых кругах до сих пор. Хотя уже пару лет назад я опубликовала статью, где полностью я этот миф, слава богу, удалось, хоть и его удалось уже развенчать. Потому что в эту группу вписали, ну, помимо, естественно, самого владыки, несколько еще человек. Ой, я боюсь, что я сейчас так вот прям быстро среди своих листочков это не найду. Уж больных тут у меня много. Их еще потом расстреляли? Нет, нет. Их расстрелян был только владыка в 1935 году из всех этой группы. Некоторые были расстреляны позже. В общем, в эту группу включили, помимо владыки, архиепископа Петра Руднева, управляющему делами Священного Синода Московской Петриархии, который никакого отношения, кроме начальствующего, естественно, к Высокопетровскому монастырю не имел и католиком не был. Включили туда обновленческого епископа Николая Розанова. Есть сведения, что он принес покаяние в лагере уже. Это, по крайней мере, на архангельском сайте, на сайте архангельском епархии об этом написано. Уж откуда что не знаю. Но, по крайней мере, католиком он тоже не был. Но очень хотел присоединиться, очень искал этой возможности и неоднократно встречался по этому поводу с епископом Невио. Кстати, и архиепископ Петр Руднев тоже с епископом Невио неоднократно встречался. Сюда же был включен святой мученик Иоанн Васильевич Попов, профессор Московской академии духовной. В 1937 году он был расстрелян. В 1934-1935 году он как раз входил в общину Высокопетровского монастыря, когда вернулся из очередной ссылки в Москву и был арестован вместе с владыкой Варфоломеем. Арестовали его по факту тому, что ему в ссылку епископ Невио однажды отправил посылку по той простой причине, что мученик Иоанн был автором большого труда о блаженном Августине, которого, как вы знаете, католическая церковь очень почитает. И вот, чтобы его поддержать в тех местах, епископ Невио отправляет ему посылку по просьбе владыки через Красный Крест. И это стало причиной, почему его тоже вписали в католическую группу. Сюда же вошли, обошла одна из православных прихожанок Высокопетровского монастыря, потому что она была переводчицей, она знала иностранные языки. Поэтому ее решили тоже посчитать в католической группе. Она что-то переводила. Сюда же вошли три прихожанки как раз вот этого храма Людовика Святого. Я ее называю Людовика Святого, потому что он так называется. Которые не имели никакого отношения к Высокопетровскому монастырю, но знали, в принципе, одну из прихожанок Петровского монастыря. Естественно, были знакомы с епископом Пиемневио, потому что они были прихожанками его храма. Сюда же включили двух связных владыки, которые действительно от него ходили две его духовные дочери, которые тоже знали епископа Пиемневио. И вот по факту этого знакомства их просто посчитали в католическую группу. И сюда же включили еще одного человека, который действительно был тайным католиком, который знал епископа Невио, к нему ходил и примерно за полгода до ареста познакомился с владыкой Варфоломеем. Его включили тоже в тайную католическую группу в Высокопетровском монастыре. Кто еще и кто составлял эти списки? Разработку вел Тучков. Евгений Тучков. Это известная личность, которому принадлежит довольно много разработок по расколу православной церкви. Это так называемый эсерокардинал. Как его назвали? Леонид Титов. Леонид Титов. Был такой, да, Леонид Титов. Его тоже включили в эту группу. Значит, вот эта католическая группа Высокопетровского монастыря, она по большому счету или не имела отношения к католичеству, или не имела отношения к Высокопетровскому монастырю. Вот одно из двух. Или и то, и другое, как, например, в случае с владыкой Петром Рудневым. В православной группе там было несколько прихожан, несколько прихожан Высокопетровского монастыря, довольно активных, которые бывали на разных встречах, которые были, естественно, запрещены в то время. И их, соответственно, обвиняли в том, что они ведут контрреволюционную пропаганду, антисоветскую агитацию, ну, как всегда. В том же самом, естественно, обвиняли и владыку. Но вот что касается владыки, очень интересно, есть такой момент, вот дело архиепископа Варфоломея 1935 года – это целая такая детективная история. Вообще, когда я изучала это дело 1935 года и в том числе потом еще сопоставляла с другими какими-то делами, тоже арестованных и по делу Высокопетровского монастыря и как-то вот те, кто был так или иначе с ними связан, заметила одну очень интересную вещь. Начинаются допросы, первые протоколы допросов, нередко. Вот 1935 год, это еще не 1937, в 1937 там вообще очень часто просто подлог за подлогом просто идет как на конвейере. Вот 1935 год и пораньше еще там 1933, 1934 год там все-таки старались еще что-то у людей вызнать, все-таки спросить, не сразу выстрелять. – В тюрьме, да? – Да, 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 да. Уже при аресте уже в тюрьме идет следственное дело. Первые допросы действительно следователь записывает то, что ему говорит человек, которого он спрашивает. в том числе вот когда, как мы видим по протоколам допросов владыки Врафоломея. Первые его допросы, вот судя по тому, что мы о нем знаем из других писем, из воспоминаний, там что-то еще, ну понятно, что владыка мог так говорить. Последние допросы меняется следователь, что видно по подписи, меняется абсолютно стиль допроса. Человек как бы говорит о себе, что он признается в террористических намерениях против советского правительства, во всем чем угодно. Называет людей, называет фамилии, называет там все. Вот в том числе это относится к последнему допросу владыки Врафоломея, который как бы признательный и который как бы владыка во всем совсем соглашается, в том числе с тем, что он тайно принял католичество и имел террористические намерения в отношении советской власти. Но, что интересно, есть допрос, написанный от руки, тот же самый допрос, перепечатанный. Естественно, первый допрос от руки написан следователем. Везде стоит подпись, на каждой странице стоит подпись Ремов. Подпись достаточно простая, просто Ремов и все. И в конце каждого допроса обязательно должна быть фраза «Мне прочитано, там верно, согласен, подпись». В рукописном допросе этого нет, при перепечатывании спохватились, впечатали. Ну, естественно, уже без подписи при перепечатанном допросе. Еще интересный момент. Знаете, я когда увидела эту страницу, я почему-то сразу вспомнила фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните, когда там Фоксу графологическая экспертиза идет, и он там пишет, 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 а потом у него там хватит этот листочек и как записку его этой Анне. «Постановление и как бы признание вины». Вот эта вот фраза, по крайней мере, написана рукой владыки Варфоломея, но написана где-то в конце страницы и оршинными буквами совершенно ненормальными. В других местах такими большими буквами вот эти такие вещи не написаны. Подгоняется сюда рукой следователя. «Я начальник объявил на основании об окончании предварительного следствия. Настоящее мне объявлено» тоже пишет следователь. «Настоящее мне объявлено». А потом фраза написанная рукой владыки безговорочно признаю себя виновным, прошу снисхождения. В чем владыка здесь пишет, что он признает себя виновным? Я не знаю. Я знаю, что, например, было следственное дело преподобного мученика Макария Маржова, где он пишет «Признаю себя виновным в том, что поминал царей православных». Понимаете, вот что здесь... То есть это какие-то подгонка. Понимаете, идет подгонка под то, что следователи хотели показать, что они хотели увидеть, что они хотели... У нас относительно недавно еще сейчас почил уже... Господи, Арцебушев, по-моему, такой был автор. Алексей Петрович. Вот он читал лекцию в Российском православном университете, рассказывал о себе. В том числе он пересекался с людьми, которые знали владыку и которые сохранили о нем очень-очень добрую память. Вот он сам прошел эти застенки. Он сам там был, Алексей Петрович. И ему лично следователи говорили, мы ваших попов такой грязью обольем, что вовек не отмоются. То есть вот это вот Тучков, который сам из бывших семинаристов, насколько я знаю, вот, он очень хорошо многие вещи знал. Он очень хорошо разбирался в вопросах церковных. И он очень хорошо знал, что если православному человеку сказать, а вот тот человек, он вообще не только не просто террорист, он католик, тайный. Ну все, как бы он уже перечеркнул для людей православных этого человека вообще все, что только можно ему перечеркнуть. Вот, но что все все-таки, что тем не менее мы должны сказать, и я должна вам тоже сказать. Судя по документам владыка Варфоломей хотел, чтобы католики считали его своим. Это была его задача. Это такой свой среди чужих, чужой среди своих, не знаю, как бы, как-то я когда рассказывала о владыке, ну, тоже с кем-то общались, мне говорят, о, да это Штирлиц, сказали мне. Ну, вот, действительно, что нечто похожее, какие-то ассоциации, они возникают. Зачем ему это было надо? Второй вопрос, который, естественно, логическим образом всплывает. И вот зачем ему это было надо, мы видим здесь сразу несколько ответов на этот вопрос. Значит, во-первых, владыка передавал через епископа Невио информацию. Это известно, подтверждено, это то, за что его расстреляли. Причем в 1928 году, когда владыка был арестован второй раз, он дал подписку о сократе сотрудничества, о секретном. Это, кстати, еще один из пунктов обвинения, в котором его обвиняют сегодняшние, те, кто занимается вопросами не только канонизации, но вообще разными вопросами. Говорят, что вот владыка дал подписку о секретном сотрудничестве. додал в 1928 году. Больше того, дело 1935 года, там совершенно ясно написано, что вы должны были, ему говорит следователь, вы должны были разрабатывать Невио, а вместо этого вы сотрудничали с ним, а не с нами, передавая ему информацию якобы о гонениях на религию в советской России. И вы признаёте себя двурушником, спрашивает его следователь. Что может сказать владыке? Ну да, я действительно сотрудничал с ним, а не с нами. Следователь спрашивал, а почему вы должны были нам вот как бы говорить, там поставлять какую-то информацию? Он говорит, а я не находил интересной информации для вас, отвечает им владыка. А почему же вы говорили на его? А потому что он меня спрашивал. То есть владыка, очень интересно какие-то вроде как простачка такого им отвечает. Но простачок так простачком действительно какие-то ответы, которые он им давал, но они вызывали только злобу. У следователей, конечно, и есть свидетельство человека, одного из его иподеканов, который был на некоторое время в тюрьме с владыкой пересёкся. И он оставил такое воспоминание, что я видел владыку, выглядит он очень плохо, он был в штатском, пальцы ему переломаны, но дух его не сломлен. Это свидетельство 1935 года о владыке Варфоломея. Один из моментов, о которых я сказала, это возможность передавать информацию. Казалось бы, передавать информацию можно и не представляя себя как католика. Но ближе, подходя к епископу Невио в этом отношении, владыка получал возможность буквально стать его духовником. И Невио об этом ясно пишет. То есть он не только передавал информацию, он получал информацию о том, что происходило в католической церкви в этот момент непосредственно от главы католической церкви. Мог ли как-то он воспользоваться в тот момент этой информацией? Не мог, мы этого не знаем. Но возможность такая у владыки появлялась только с того момента, когда он позиционировал себя как католика. Как бы по-другому епископ на это не шел. Епископ Невио. Но есть еще один момент. И достаточно ли искренне или не очень искренне владыка об этом пишет, но тем не менее он пишет об этом в одном из писем к Невио в 32-м году в апреле. Когда владыка заболел очень сильно, ему делали операцию, и вот он пишет, что находясь в болезни, при высокой температуре, я думал, неужели Господь оставил меня, и мне так хотелось поговорить с кем-то из епископов. И я понял, что я никому не могу довериться, кроме вас. У них действительно установились очень близкие отношения в тот момент с епископом Невио, с одной стороны, а с другой стороны, из епископов, которые были в тот момент в Москве, откровенно поговорить с кем-то было просто не с кем. Очень многие знают, люди, что действительно, во-первых, было много тайных, явных сотрудников, люди что-то доносили, и не раз об этом известно. Даже тот же самый архиепископ Петр Руднев тоже лично держал в руках дело, где он пишет о ком-то из-за священников не очень лицеприятные вещи. При этом были люди, которые на той волне, которая происходила в православной церкви, начинали опять к той же личности Владыки Петра выпивать. Кто-то употреблял даже наркотики, кокаин. И на этом всем человек мог просто выболтать, даже не контролируя себя, мог просто выболтать какие-то вещи, которые не нужно было бы никому рассказывать. И такие вещи были. И больше того, Владыка использовал вот этот момент, когда он разговаривал с епископом Невио, и об этом, кстати, тоже говорится в его деле 1935 года в одном из первых допросов, когда он говорит, его спрашивает сотрудник, почему вы рассказали епископу Невио о таком-то, как о нашем сотруднике? Он говорит, потому что это правда. А вот о таком-то вы сказали, да, сказал, а о таком-то вы сказали, да, сказал, а о таком-то тоже сказал. То есть как бы он давал информацию епископу Невио, с кем ему не надо сотрудничать, в том числе из тех, кто искал возможности встречи с епископом и в том числе возможности перехода в католичество. О некоторых таких личностях наших епископов и православных, а уж тем более обновленческих информация в письмах епископа Невио сохранилась. И вот владыка очень аккуратненько так как бы одного отвадил, другого отвадил, третьего отвадил, четвертого и остался только он. Он говорит, я ваш, меня берите, вот я вот весь вот со всеми потрохами, я буду вот все, все, что скажете, все буду делать. Ему говорят, все, значит, огласка не нужна, только тайна, значит, поминайте там папу, там делайте какие-то вещи. После этого он говорит, я готов даже по латинскому обряду служить. Он уже знает, что это не нужно и что этого ему никто не даст делать. Но он все время как бы выказывает, он идет вот прям вот грудью, что называется, ложится на амбразуру. Он пишет письма папе, я и католики, которые здесь рядом со мной, поздравляем вас с юбилейным годом. там есть несколько писем к Пасхе, к Рождеству, там, по-моему, четыре или пять писем его есть прям непосредственно к папе Пию XI, но мы знаем, что никаких католиков рядом с ним не было. Это просто данность, это факт. Поэтому то, что он пишет, то, как он себя позиционирует, это одно, а другое это то, что он делает. А что он делает? Вот мы дважды епископ Невио пишет в своих письмах. Дважды. Владыка, он иногда в письмах так и пишет прям вот латинскими буквами русское слово Владыка. Вот очень интересно так вот, чтобы было непонятно, о ком речь. А иногда прям напрямую, потому что письма передавались с дипломатической почтой. Но, возможно, некоторые все-таки попадали в руки НКВД, потому что некоторые чуть ли не цитируются во время допроса 1935 года. Так вот, епископ пишет, что Владыка спрашивал меня, что он должен делать как католик. Дважды он ему на этот вопрос отвечает. Хочу процитировать. Я сказал ему, пишет Невё, что нужно провозглашать необходимость объединения, то есть уни, по сути, публично, в проповедях, делать желанным объединение, объясняя слова нашего Господа после тайной вечери, да будут все едино, как мы, имеется в виду, добавляя историю церкви перед разделением, выделяя как главную силу, которую дает единство церкви христианам и так далее. И в частности, в кругу своих духовных чат я предложила ему создать простое сообщество молитв о единстве, то есть об унии, и присоединяя их к исповеди. Через месяц опять владыка спросил, что же вы предложите мне делать конкретно? Я повторил ему то, что я ему уже говорил. Первое – в проповедях напоминать догмат об истинном единстве церкви. Второе – духовным чадом предписать молиться о единстве. Третье – душам, наиболее подготовленным и внушающим доверие, говорить о необходимости быть в единстве с Римом и о том, чтобы готовить себя к этому, чтобы осуществить желание и молитву Спасителя накануне его смерти. И тут же епископ пишет в скобочках, интересно, я констатировала, что этот призыв к священной молитве нашего Господа производит глубокое впечатление на русских. То есть вот зацепочки такие вот эти, иезуитские, понимаете, всю дорогу, везде. До ареста владыки остается два с половиной года активной деятельности. Речь идет о лете 32-го года. его активной деятельности как духовника и главы тайной большой монашеской общины. Однако нет даже намека на исполнение этих конкретных поручений. Причем этого намека нет не только в показаниях, вот в каких-то письмах, в воспоминаниях, ни в показаниях подследственных, а в 32-м, 33-м, 34-м году, 35-м году было несколько арестов, шло, в том числе среди клириков, прихожан Высокопетровского монастыря. Нигде ни намека на что-то такое, вот какое-то прокатолическое, вот чуть-чуть вот вообще настроение. И даже в показаниях свидетелей, то есть тех, кто специально все бы даже подобрал, все бы подшил, чтобы только найти обвинение владыки в шпионаже, например, в пользу Ватикана. Нет ничего такого, даже близко и рядом. Однако есть другие плоды взаимодействия владыки с католиками. То, что я уже говорила, что епископ на его получает от владыки сведения, владыка привлекает епископа Невио к делу помощи арестованным. Вот, например, в одном из писем Невио пишет «Владыка Варфоломей умолял меня ему помочь купить заключенному обувь и белье. Естественно, я немедленно согласился». Также Невио по просьбе владыки организовал помощь заключенным через Красный Крест. И средства для нуждающихся Невио действительно регулярно получал из-за границы через французское посольство, аккуратно отчитывался достаточно регулярно в потраченных средствах. Куда, что, сколько, на что у него ушло. Еще один момент. Владыка всеми силами стремится как можно дольше сохранить тайную Петровскую общину. Еще в 1929 году изгнанную из стен Высокопетровского монастыря, но продолжающую действовать в стенах, находившихся поблизости храма. оставаясь все той же Петровской общиной. Вот действительно удивительно. Практически шесть лет или около шести лет давно уже община находится в храме преподобного Сергия, потом в храме Рождества Богородица в Путинках. 1935 год заводится следственное дело о тайном Петровском монастыре. Но для того, чтобы продолжать эту деятельность, это развитие старчества. Ведь Высокопетровский монастырь это действительно был оплот старчества в то время. Духовники исповедания помыслов, развитие монашества, воспитание монашества. Был организован скит специально, скит в честь иконы Божьей Матери Знамени, для того, чтобы опыт общежития даже могли новопостриженные проходить. Скит этот благословил преподобный мученик Игнатий Лебедев, но как матушка Игнатия отмечала неоднократно в своей книге, что он ни шагу не делал без благословения Владыки. То есть все, что делал батюшка Игнатий, его деятельность вот эта долгая, это то, что происходило по благословению Владыки на протяжении всех-всех этих лет, вплоть до самого фактического ареста Владыки. И Владыка понимает свою роль в том, чтобы держать вот эту общность, эту общину. Есть воспоминания монахини Анны, она говорит, что там было несколько духовных семей, было много хороших духовников, но над всеми был Владыка Варфоломей, который как орел собирал под свои крылья всех тех, кто приходил. И действительно, вот каждого нового человека, который приходил в Петровский монастырь, он спрашивал, есть ли у человека духовник, если он уже умер или арестован, переданы ли вы кому-то? Если человек не имел духовника, он буквально за руку после беседы, понимая духовное состояние человека, отводил его к тому или к другому духовнику и старцу Высокопетровского монастыря для духовного руководства. Представьте себе, сколько человек приходило, каждого человека вот так вот к Владыке подходил и Владыка... Это неоднократно эти воспоминания есть у тех, кто бывал в Высокопетровском монастыре в то время. Но Владыка тяжко болен. После ареста в 21-м году его буквально на носилках выносили из тюрьмы, его вынесли, умирать, потому и освободили, что его врачи констатировали, что уже как бы ему много не осталось. Все. У него там больные легкие, больная печень, больное сердце. У него на двух с половиной листах протокол его осмотра, освидетельствования и диагнозы. Но тем не менее в 21-м году через полгода после этого Владыка рукополагает в епископа. И с 21-го мы видим и по 35-й год это плодотворная деятельность, но это и болезни. В одном из писем Владыка пишет, что я посетовала какая-то его духовная дочь о том, что вот он там что-то сел, куда-то не туда. Он говорит, я не устал, мне стало плохо с сердцем. Вот и сейчас я три раза поднимался, чтобы дописать это письмо и не могу. И уже в таком виде он это письмо отправляет. То есть и то, что ему было необходимо, ему прописали, и на Вио об этом отмечают в своих письмах. Врачи выписывают, чтобы утешать людей, они им выписывают лекарства. Ему выписали кофеин, но достать его в Москве было невозможно. И Владыка через католиков просит каждый раз пожалуйста пришлите кофеин, пожалуйста пришлите кофеин. Без него его сердце не может работать. И мы видим это и в письмах Дарбеньи, которые потом пересылают ответственным лицам в Ватикане за поставку лекарств или кому-то. И эти лекарства поставляются Владыке, Владыка может поддерживать себя и может поддерживать деятельность тайной Петровской монашеской общины через это. Как только Владыку арестовали и есть об этом тоже воспоминания одна из прихожан монастыря пишет, что все изменилось в Москве. Как будто свет погас в какой-то момент. Было такое ощущение у его духовных чад. Не стало Владыки рядом. Но мы знаем, что для многих духовных чад, их духовные отцы это действительно вот такой вот светоч, что как будто свет погас. Хотя Владыка он всегда... Есть удивительное его письмо, не буду сейчас искать, он пишет, что он ведет... Я, говорит, зову, иначе как я хочу не может быть. Слушай, слушай о том, что тебе говорят. Только через доверие своим духовникам, возможно, сейчас духовное руководство. Он ссылается на слова преподобного Германа Засимовского. Он говорит, когда я просился к нему в духовные чада, батюшка сказал, ну какие мы отцы, святые отцы, вот духовные отцы, а мы можем быть духовными отцами только по доверию к нам, наших духовных чад. И вот он ищет, он просит этого доверия и пишет, что оно обязательно и надо идти, но так, чтобы через меня ко Христу, вот как бы не ко мне, не к себе, он не завязывает людей на себя, он ведет их ко Христу, но стараясь по мере сил воспитывать, удивительные письма, хочу обратить ваше внимание на сайт замечательный, который создал Алексей Беглов, которого я уже упоминала, secretmonks.ru, то есть тайное монашество. – Обязательно. – Секретmonks.ru Вот, и на этом сайте там отсканированы проповеди и выдержки из писем владыки Профоломея, вот почитайте, ведь это для того, чтобы все это написать, сохранить, это тоже нужно было духовное мужество и его духовных чат, которые записывали действительно вот эти вот его слова по многим разным направлениям духовной жизни. И вот еще один момент тоже. В условиях продолжающихся гонений не только на православных, но и на католиков, естественно, в Советской России очень многие тогда были, но православные там были хотя бы свои для наших, хоть они русские, а католики они были еще и априори шпионами в пользу Ватикана. Вот, поэтому их тоже высекали в общем-то довольно-таки жестоко. Есть много воспоминаний, осталось, и вот есть статья у меня о соловецких узниках, католиках по письмам, по письмам епископа Невио. Очень интересно, кстати, там вот в одном месте на Анзере их собралось, по-моему, 14 человек, из них было, по-моему, 11 католиков и трое православных. И вот как они вместе, да, жили, и в основном, конечно, католики, там они устроили месу, но православные им не мешали. А когда речь шла о каких-то общих духовных вопросах, например, когда им сказали вот там ходить только в какой-то общей такой рабочей одежде, то есть рясы, сутаны снять, они стали все насмерть, говорят, убейте нас прямо здесь, но мы от этого не откажемся. Вот все, и православные, и католики вместе, им разрешили сохранить их вот эти вот там рясы и сутаны. Вот. То есть какие-то вещи вот об этом упоминаются в письмах такие вот свидетельства, очень много свидетельств вообще о жизни Русской Православной Церкви и вообще о жизни верующих людей сохранилось в письмах Невевы благодаря его воспоминаниям. Но католиков становилось все меньше и меньше, их почти не осталось. И вот епископ Брафлавей представляет перед папой, что католики есть, им надо помогать, нужна помощь за границей. А папа помощь за границей мог организовать, как мы знаем. Вот еще и в 30-м году вот этот вот молитвенный крестовый поход, так называемый, который, конечно, сорвали, но тем не менее молитвы о России, молитвы о верующих в России, причем без разбора вообще о христианах в России, это было папой организовано еще в 30-м году, и владыка в Рафаламе об этом знал, и он был за это искренне благодарен. То есть вообще, если говорить о католиках, о католичестве, иногда начинают говорить, что католики иеретики, вообще никто не спасется, и все. Я сразу вспоминаю слова, конечно, праведного Иоанна Кронштадтского, когда его спросили, спасутся ли католики, он сказал, не знаю, спасутся ли католики, я без православия не спасусь. И это понятно. Понимаете, что нам судить о других? И мы знаем прекрасно, конечно, что есть люди, которые жизнь свою полагают за веру, и Господь будет их судить по тому, наверное, подали ли они кому-то стакан воды, там голодному кусок хлеба и так далее, как это сказано в Евангелии. А не только потому, и многие священники об этом говорят, сколько мы Акафистов прочитали, сколько мы храмов и монастырей посетили, сколько раз мы крикнули «Я православный!» Это всё убого суд. По своему опыту взаимодействия с католиками, которые помогали мне в том числе в Ватикане, которые помогали мне в том числе попадать в эти архивы и работать в этих архивах, а один из них это священник, при его прикосновении одном, я поняла, что, в общем, когда говорят, что католическая церковь это дуда, там благодать, там она есть, там не вся полнота, но никто их как бы не лишает того, что у них есть благодать, поэтому их никто не перекрещивает, католиков, когда они обращаются в православие, поэтому священники, когда они переходят, они могут перейти там в сущем сане, то есть это совершенно вот просто понятия разные, это надо тоже понимать, вот эти вещи, что это не просто какая-то глобальная ересь, раскол или что-то ещё, это просто вот ну, как вот мы говорим, да, некая неполнота, для них, для них у нас может быть некая неполнота, вот, ну, действительно, вот мы без православия не спасёмся, наверное, раз мы здесь, так вот, слава Богу, вот, так что я вот искренне тоже благодарна тем, кто, в том числе тем католикам, которые помогали узнать вот многие, и многие вещи о владыке, но вот то, что я знаю о владыке, о самом, то, что я поняла через и его письма, и воспоминания о нём, и те документы, которые сохранились, я поняла всё-таки, ну, вот, такую вещь, что, да, он хотел, чтобы католики считали его католикам, нет, он не стал католиком изнутри, и он не оставил после себя никакого католического следа, ни в высокопетровской общине, нигде бы то ни было ещё, да, он пострадал за веру, нет, он не сотрудничал с НКВД и посмертные его свидетельства и свидетельства о нём его духовных чад и близких, вот, они говорят о том, что венец владыка у Господа стяжал, то, что церковь, имея перед руками вот все эти бумаги, письма и так далее, как бы, что не может, да, сказать, что, да, вот мы там сейчас поставим вопрос о пославлении владыки, не поставят, пока не будет какого-то окончательного, может быть, документа, может быть, дневник владыки вдруг где-то найдётся, где он там чёрным по белому там всё описывает, не произойдёт, вот, я так думаю, что не произойдёт, если только будет какое-то прям явление от Господа, я не знаю, будет поставлен вопрос просто Божьей волей, вот, но то, что мы видим сейчас в нашей жизни, в тех людей, которые работают с этой темой, мы видим вот эти какие-то нескончаемые чудеса милосердия Божия просто от того, что мы этим занимаемся, что мы это двигаем, вот, хоть чуть-чуть, хоть понемножечку, хоть как в меру своих сил. Одно из воспоминаний, таких вот самых первых, после расстрела владыки, оставил, одно из свидетельств, оставил преподобный мученик Игнатий Лебедев, это письмо, одно из писем его из заключения, когда он узнал, пишет, если правда, там, то, что было с владыкой, да, то есть, то, что он расстрелян, вот, то он этому не удивляется, вот, потому что они писали все как бы так потаенно, он пишет, с таким диагнозом, как у него, из больницы не выходит, диагноз, понятно, это приговор, как бы то, вот, больница, это тюрьма в данном случае, вот, и он пишет, что я видел его во сне служащим в сакосе у престола, то есть, то, что он из заключения своим духовным чадом, как бы, делится им с ними вот этим, это говорит о том, что для него это важно, что это не просто сон, да, а что это такое вот явление владыки, который, в котором он видит его посмертную участь, то есть, владыка служит там, как архиерей у престола Божия. Один из его, ну, преподобному ученику Игнатию трудно назвать духовным чадом владыки, да, он был и старше его, и как бы засеемый пустынь долг, он был скорее его духовным другом, таким вот, наставником в какой-то мере, он был тоже духовным чадом их общего, духовного отца, преподобного Германа Зосимовского. Вот действительно духовным чадом владыки был преподобный мученик Герман Полянский, и он оставил после смерти владыки два канона, написал в его память, где действительно он пишет уже о владыке, как о мученике, как о том, кого Господь прославил такой вот мученической кончиной. Ну и вот, кстати, одно из свидетельств самого владыки, вот из-за его писем, удивительные строки. Мне душно от внешних дел, хорошо бы остаться в одиночестве, но нельзя только ради вас, своим духовным чадом. Помолись, изнемогаю, но креста снимать с плеч не хочу, а жду укрепления от Господа, подкрепления вашими чад моих молитвами. Вот то, что крест этот был для него действительно нелегок. Вот из писем к духовным чадам. Жить надо только для вечности. Должно быть всецелое устремление на вечное. Внешнее дело не испытание, и важно не по факту, а по концу. Воспитание для вечности. Надо отмереть для жизни сей и зажить для будущей. Тут ты сама понимаешь, нужны не рассуждения, а нутро, самая действительная жизнь. Мир побеждая и одолевая в себе, но только это дело целой жизни. И перерождается человек долгим подвигом всей жизни. Твердо помни, что надо вечно, постепенно, но неуклонно устремляться ко спасению. Главное дело устроение себя. Спасение в усилиях. Бог и ты должны в этом участвовать. Трудность пути духовной жизни в том и состоит, что без тебя тебя никто не спасет. Может быть, и сил мало, но усилия должны быть приложены все. У святых отцов ярко показано, что помогает Бог там, где человек усиленно действует и крепко верит. Сочетание, не встречающееся почти никогда. Все в духовной жизни совершается для нас необъяснимо внутренно, но борьба должна быть с ясным сознанием, что надо идти в смиренном желании путями Божьими, чутко их стараться усмотреть и действовать как угодно Господу. Царский путь – это умеренный подвиг, умеренная жизнь и чистая совесть. Спасаться надо, пробираться сквозь тернии, надо пройти сквозь и глинные уши, входить тесными вратами, узким путем в Царствие Божие, осознай, что именно это-то и есть счастье. Вот удивительные тоже такие Владыкины слова к его духовной дочери. Ну и так, конечно, очень много можно таких разных слов его прочитать, но вот тоже меня очень тронули как-то слова Владыки, которая одна из его духовных тоже чад спросила его о возможности грядущего ареста, то есть когда Владыка еще второй раз не был арестован, и он сказал, что первый арест отнял у меня здоровье, но дал столько и такой радости, которые я иначе никогда не испытал бы. и дал послужить стольким людям и так, как иначе никогда не смог бы. Вот удивительное такое испытание, когда человек чуть не умер там, но он пишет о радости и о возможности служить другим людям. Ну вот мы уже с вами долго беседуем, о Владыке можно говорить конечно еще дольше, но может быть у вас какие-то вопросы есть. Если кратко Владыков самодействовал с католичеством, чтобы помогать людям, чтобы вы обнимает стол, если они помогали, Ну еще раз я вот резюмирую то, о чем по-моему я уже сказала. Это во-первых, чтобы оказывать возможную помощь церкви, русской православной церкви в целом, через то, что он давал информацию о гонениях, да, и через это шел ответ оттуда, и благодаря этому ответу предполагалось, что это гонения эти могут хоть немножечко, хоть как-то быть послабее. Вот, и иногда что-то даже удавалось, но далеко-далеко не всегда. Вот, это во-первых, да, это во-первых, а во-вторых, это помощь монастырю, то есть тому конкретному деланию, на которое он был поставлен, как руководитель духовной общины, как руководитель монастыря. Монастыря, конечно, официально давным-давно не было, они еще все там в 18-19-м году были запрещены, вот, но как бы при храме существовала тайная монашеская община, где, как я уже сказала, процветало старчество, исповедование помыслов, часто исповеди, причащение, изучение свято-отеческой литературы, то есть вот все то, что, в принципе, с чем ассоциируется монашеская жизнь. Но, вот есть воспоминания тоже одной монахини, что, понятно, говорит, что в то время тайное монашество было распространено, потому что было невозможно как-то так вот, постриги в тайное монашество, они преследовались, они были наказуемы. Вот, но для владыки, она пишет, тайное монашество было его идеей, то есть он считал, что человек, будучи тайным, постриженником, но совершая свою работу как делание ради Бога, да, вот то, что делает монах на своем послушании, он в мир несет, вот это вот, он Бога в мир несет, да, вместе с этим, вместе со своим исполнением вот этого вот монашеского послушания в миру, что, собственно, делала матушка Игнатия, когда она, ведь те, кто не знает, вот матушка Игнатия, которая оставила много воспоминаний о Высокопетровском монастыре в 20-е и 30-е годы, она прожила очень большую жизнь, она умерла, когда ей было 102 года в возрасте, схему, была пострижена в схему уже клириками ныне действующего Высокопетровского монастыря, тогда еще как бы не монастыря, но уже вот игумен Петр, который по сей пору служит, отец Игорь присутствовал при этом Киреев, то есть уже как бы возрождающимся монастырем, клириком возрождающимся монастыря. И она всю жизнь по благословению своего старца она исполняла послушание ученого, она закончила медицинский факультет, работала в НИИ туберкулеза, стала практически руководителем научной школы патоморфологии туберкулеза, у нее там была масса-масса разных учеников, она собрала в этот НИИ туберкулеза довольно многих своих духовных сестер, тоже тайных монахин, которые там в лаборатории рядышком с ней тоже работали, которых, может быть, особо больше никто никуда не брал, вот, и она всегда в платочке, там как-то какой-то, я не знаю, в шляпочке, в шапочке, вот, и кто надо, что называется, те знал, что она человек церкви, что она человек церковный, поэтому ее, она не стала академиком, хотя, по идее, по ее заслугам должна была бы, ей сказали, вы же понимаете, вам нельзя, вот, она вообще понимала, да, ну вот, она несла это в мир, она несла вот своей, вот, тем, тем, кем она была, да, не явно молясь, а просто будучи, неся Христа в своем сердце. Там были в архивах Ватикана, да? Да. Скажите, все-таки, вот, Пий Ижер, он его, как бы, чувствовал своим, но там нету никакого документа, что он принял католичество, вот, среди ватиканских документов. Вот, что интересно, среди ватиканских документов, вот, я вам показывала подписанное, вот это вот «Исповедание веры». Там их несколько, на нескольких людей. Вот, среди всей этой подшивки про владыку в Рафламе именно «Исповедание веры» нет. Я там его не нашла. Но, могу допустить даже, что оно есть. Епископ Найвёв в письмах упоминает, что я высылаю вам письмо и, наконец-то, подписанное владыкой «Исповедание веры». Но, я его не нашла как документ. Все у них, прям, хранится, прям, все, 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 все. Это и есть принятие католичества? Считается, что да. Но я, опять же, вспоминаю Штирлиц. Если бы он не подписал всех нужных бумаг, он бы не дошел до таких высот своего служения. Вот, ну, это как бы персонаж. я не знаю. Я не знаю. Я не могу здесь, вот в данном случае, я ничего не могу думать. Один батюшка меня предупредил, когда я ехала в архивы, вот даже один мой знакомый, священник, говорит, ну, только ты, говорит, будь готова к тому, что католики соврут, недорого возьмут, то есть, как бы, обмана много, много подлогов. Я не знаю, так ли это. Я априори подходила к документам, которые я держала в руках, просто я поставила перед собой такое, что это действительно вот тот документ, который, вот то, что на нем написано. Если только я не вижу в другом документе опровержения вот этому факту. Так, сейчас я вам покажу одну интересную вещь. Очень многие из тех, кто говорит, значит, о владыке, как о католике, они ссылаются на документы. К сожалению, не помню точно, в какой они папке. Вот они. Вот. Два декрета. Один из них о создании сергиевской кафедры католической для католиков восточного обряда и поставлении на нее епископа сергиевского Варфоломея. Другой из них, этот документ датирован, обратите внимание, 25 февраля 1933 года. Печать, подпись епископа Дорбеньи и внизу подпись секретаря Джобе комиссии Проруссии. Таких листов, заготовок, я предполагаю, у епископа Дорбеньи было множество с заранее поставленной печатью и с заранее поставленной подписью. Вот эта вот печать, это уже архивная печать того, что, того архива, где сейчас эти листы находятся. Следующий документ 3 июля 1933 год. Все ровно то же самое. Тот же почерк. Все. Два письма написаны очевидно сразу одно за другим. Вот скажите мне, что между ними полгода разница. Я не поверю. Но мы видим, что да, вот документы здесь сказано, что владыка Варфоломей назначается помощником апостольского администратора в Москве Пиежин и Невед для католиков восточного обряда. Два документа. Казалось бы, вот они есть. Я их принимаю как данность, как два документа, которые есть. А потом я вижу письмо. То есть этих документов, конечно же, никто не отменяет. секундочку. Это назначение, да? Сейчас. Просто я объясню, что я сейчас хочу сказать. Далекция. Сейчас. Вот оно. Вот интересно. Вот здесь, конечно, ничего не будет понятно, но я просто хочу сказать. Это письмо, долгое, большое письмо, которое Деребеньи пишет о чем-то епископа Невео, о чем-то там своем. И в конце небольшая приписка. Я думаю о том, это июль. 8 июля 1933 года, а мы там помним февраль и 3 июля. Два документа. Я думаю о том, чтобы прислать к вам два декрета для владыки Врафоломии. Два чего? Два декрета. Вот эти вот. Как бы, да, от папы. Папские документы. И позже с пометкой вечер на полях он пишет, что высылаю вам эти декреты, вы сами решайте, когда и как их передать. Как бы найдите время, сами там продумайте, может быть, там передать еще и там для католиков латинского обряда. То есть вот как бы он ему так вот... То есть человек, который, очевидно, вот только что перед тем, как отправлять... Днем он еще только думал, а не написать ли эти декреты. Потом он их пишет, датируя разными датами. И потом он их отправляет, причем даже не будучи уверен, что Невю эти декреты передаст. И что... И каким образом он вообще... Какие полномочия он при этом передаст владыке. То есть папа к этим декретам не имеет никакого отношения, очевидно. Но папа дал власть епископа Дорбеньи. Но вскоре, к слову сказать, совпадение это или не совпадение, не знаю. Но 1933 год Дорбеньи попадает в опалу. И до конца своей жизни, а это середина 50-х годов, навсегда удаляется в какой-то дальний монастырь с запретом что бы то ни было писать и чтобы оттуда вообще что-то выходило от него. Нет, конечно, там у них, во Франции. Повлияла ли эта история с владыкой Варфоломеем вот на эту опалу? Нет. Может быть, там какие-то другие... Мы не знаем. Но совпадение налицо. Это есть. И что касается документов, вот поэтому здесь постоянно сравниваешь вот эти документы друг с другом. И документы, письма епископа Невио. И письма... Ну, конечно, если еще начинать разбирать письма Дорбеньи, хотя это все нужно, но это колоссальный объем работы, потому что если у Невио еще напечатано, там хоть понятно, что ты смотришь, то почерк Дорбеньи еще разобрать надо. Вот. А это вот колоссальный объем разных-разных письм. И то, что удалось это просто в этом объеме увидеть, на мой взгляд, это тоже чудо. То есть вот это вот все просмотреть и это все как бы выхватить, увидеть, что-то проанализировать, что-то понять про эти документы. Понимаете? Вот это вот такие вот маленькие как бы детальки, но детальки, которые тоже о многом говорят. вот. Дополнение на вопрос. Епископ на нее, он все-таки доверял очень сильно Рэмову, да? Он доверял, да. Да, 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 без вопросов. В общем, можно предположить, что он без перехода в католичество вот это сильно очень доверял, да, когда? Он его очень уважал, как бы до тугу, он считал действительно его большим аскетом, он удивлялся тому, насколько серьезно владыка относится к духовной жизни. Он писал об этом, говорит, ну надо же, как бы, насколько они вот серьезно к этому всему относятся. Вот. И неоднократно пишет о нем очень такие вот действительно глубокие, очень вожительные слова, как о молитвеннике, как о таком попечителе, о своей пастве. И очень говорит, вот если бы, если бы только вот он это сделал, я бы обрел, наконец, себе духовника. То есть вот он, это подчеркивал он прям, неоднократно. Но он не был духовником, да? После того, вот после 1933 года он стал духовником. И Невио об этом пишет, что мы исповедовались друг другу. То есть вот он... И Невио оставил, кстати, очень удивительные воспоминания, о котором мы без его письма, наверное, и не узнали бы никогда. Что когда духовную чадо узнали о смерти владыки, прочитаю это письмо, его, если я его взяла, да, взяла. Наши тираны отказались выдать тело почившего двум его сестрам, которые живут здесь, в городе. Он, конечно, кремирован, но когда семья потребовала отдать им хотя бы пепел почившего, они получили новый отказ. И так нет сомнений, что владыка Варфоломей был арестован из-за ненависти к вере, что он остался до конца верен исповеданию католической религии, но это понятно, из уст епископа Невео тоже трудно было бы ожидать другого. Владыка Варфоломей был моим духовником, а я был его. Его набожность, благочестие, достоинство, его манер, его ученость вызвали его глубокое почитание среди верующих. Его бывшие братья по вере, православные епископы, члены синода, митрополита Сергия, испугались огромного стечения народа, если панихиду торжественно отслужат за упокой души умершего. И на вопрос, который был им задан, они ответили уклончиво. И увидев, что эта толпа друзей и духовных чад владыки Варфоломея обратилась сюда, к настоятелю греческого храма, там и была совершена торжественная служба посреди большого стечения народа. То есть отпевали владыку, панихиду служили, в греческом храме, в каком-то греке. Чтобы не было стечения. Интересно. Народ-то стечения-то было, но возвращаясь к тому, что владыка говорил, что он не находит того, с кем ему поговорить среди епископата в русской православной церкви, который в тот момент был в Москве. Потому что это же митрополита Сергия. Окружали, и об этом писано неоднократно, окружали конкретно сотрудники. Окружали, да, вот те, кто был рядом с ним. А друзья владыки, которые были наездом и уезжали, вот один из друзей, из которых владыка сохранил до конца своей жизни. Вот он действительно очень теплое отношение, дружбу такой. Священный мученик Анатолий Грисюк, одесский митрополит. Анатолий? Грисюк. Они, да, друг друга очень знали хорошо и друг другу доверяли, но они не были рядом все время. Мне кажется, что вопрос про... Может быть, я скорректирую, не торчу, как владыка стал вообще заниматься? Как он... По своему ли почину он стал связываться с католиками? Скажем. А, да, вопрос хороший. Простите, я забыла об этом сказать. Это, конечно, и хорошо, и важно. Потому что он не просто так стал связываться с католиками, а по благословению. Есть сведения о том, что еще в начале 20-х годов, когда там шел вопрос о признании обновленцев, как-то владыка принимал участие в этом процессе со стороны католиков по благословению святейшего патриарха Тихона, когда шла речь о том, чтобы выкупить священные сосуды, тоже как-то владыка участвовал. Но вот я этих документов не видела. Это я вот со слов и с статей того же Алексея Беглова. Но то, что я лично видела, читала, держала в руках, это воспоминания епископа Мишеля Дорбеньи как раз от 1925 года, когда он еще не был епископом, он был священником. Он приехал на съезд обновленцев, они его пригласили как представителя, и он хотел узнать о состоянии, о положении дел в русской православной церкви Тихоновской. Он обратился к священному ученику Петру Полянскому, тогда главному. Тот его принять не смог, но он сказал, ну хоть отправьте меня куда-нибудь, кому мне пойти, у кого мне спросить. И вот он его направляет, они хорошо друг друга знали, священному ученику Петр и владыка Варфоломей, вот как раз он его отправляет к владыке Варфоломею, в Высокопетровский монастырь. То есть домашний адрес ему не дают, говорит, вы найдете его в Высокопетровском монастыре. Это Петру Полянске, да? Да. И вот таким образом Драбеньи попадает туда, и у них состоялась большая беседа, большой разговор с владыкой, где он много о чем говорил. И вот там есть очень интересная, кстати, фраза, когда в конце этого разговора Драбеньи говорит, ну вот хорошо бы все-таки, чтобы там все были вместе, все были заодно, там церковь, чтобы была единая владыка. Да, конечно, как хорошо, если только папа покается, чтобы быть принятым православными патриархами. Очень-очень хорошо, единство должно быть, все, да, да, ну вот если папа покается. Вот. В том числе поэтому епископ Невё, когда была издана декларация митрополита Сергия, которая опять внесла раздрай в православные ряды, серьезный, епископ Невё, который находился в Москве, с вопросом, а у кого мне узнать, что вообще тут происходит, у него уже не было вопроса. Он уже знал, куда идти. И он сразу идет к владыке Варфоломеи. И у них состоялась двухчасовая беседа. Довольно... Мы не знаем содержание этой беседы. Епископ Невё они тогда еще не писал. В 1927 году он еще не очень хорошо знал владыку Варфоломеи, по-видимому. Вот. Но уже какие-то вот взаимные симпатии наметились. И вот что интересно, что владыка Варфоломей по послушанию преподобному Алексею Засимовскому всегда поддерживал официально, был на стороне официальной церкви, митрополит Сергия. То есть Высокопетровский монастырь шел четко в этом русле, никуда ни в какие расколы не уходил. Но личное отношение владыки было отрицательным, было негативным. К декларации. К декларации 27-го года. Да, к декларации 27-го года, к декларации митрополита Сергия. Об этом Невер пишет. И потом, тоже неоднократно, когда был ответ на письмо папы, вот это объявление молитвенного крестового похода, и митрополит Сергий дает интервью, которое как бы все отрицает, и там все у нас, там нет никаких гонений, там все у нас хорошо. Вот. Известное такое интервью митрополита Сергия, то владыка тоже очень был как бы по этому поводу опечаленно расстроен. И хотя он пытался оправдать митрополита, он пишет, потом он рассказывал, наявил, в какие жесткие условия тот был поставлен. Вот. Но вот сердце уже, как бы, что называется, не лежало. Хотя он выполнял послушания, которые давали, исходили в том числе от митрополита Сергия. И митрополит Мануил Лемешевский об этом пишет, вот что те богослужебные тексты, которые поступали на отзыв в Московскую патриархию, владыка Варфоломей, как опытный цензор, который знаток церковнославянского языка, богослужебного устава, все это просеивал, оставляя бисеры в наследие Русской Православной Церкви. И не случайно, наверное, в 1934 году митрополит Сергий возводит его в санархиепископа. В каком-то? В 1934 году. Это уже 1934 год. То есть, что там происходило между ними? Что там было? Для нас это покрыто тайной сейчас, но, наверное, это было тоже не просто так. Потому что епископ на покое с 1925 года по состоянию болезни, по состоянию здоровья, вернее, по болезням своим, владыка был на покое, он не управлял епархией, он тихо управлял как бы только своим монастырем, который официально как бы из-за монастыря не признавался. И вдруг в санархиепископа. Почему? Вопрос, но факт. Его жизнь его живет, да? Так что вот, да. Есть очень общий вопрос. Но вот, какого-то ракусь. Есть ли какая-то, насколько разработанная тема, есть ли какая-то картинка о помощи действительно Запада верующих в только официальном церкви, но верующих на Западе может быть общественным, но еще о помощи церкви России, да? Ну вот по поводу мнения, там как раз... И если нет, то есть ли какие-то перспективы увидеть роль владыки в этих процессах? Вот второй вопрос. Вот ничего не могу сказать точно. Вот по первому вопросу мы знаем, что молитвенная помощь, она точно была. То есть очень многие на Западе действительно выполняли и по послушанию, там все вот с одной стороны, с другой стороны. Денежные средства, они, наверное, тоже не ниоткуда брались, в том числе и те средства, которые поступали к епископу Невио, и которыми он помогал здесь тем людям, которые находились в России, в основном католикам, но и православным тоже, как мы точно это уже знаем. И что касается реакции, вот интересно, на вот этот молитвенный крестовый поход, на письмо Папы, отклика в России, есть очень интересная у Беглова статья, тоже у Алексея Беглова. Он собирал вот эти сведения, я сама тоже видела в архивах эти письма, как люди благодарили, писали Папе туда, вот на Запад. В основном это, конечно, передавали там как-то, я не знаю уж там как-то тайнообразующе как-то происходило, но есть интересное письмо в архиве Ватикана, прям с конвертом, пропечатанным, там РЖД, там еще что-то, не РЖД, ну как на каком-то вокзале, там все отправлено, официально через почту отправлено письмо в Ватикан, вот с благодарностью Папе за то, что он вот это сделал. Вот удивительно. И люди обращались к нему за помощью, люди пытались взывать к нему, чтобы он как-то заступился за храм Христа Спасителя, чтобы его не взорвали. То есть там очень много было, вот это вот взаимодействие, оно происходило. Вот. И есть благодарственные письма от наших епископов тоже, которые шли, которые поддерживали народ, которые благодарили за такую вот духовную поддержку, потому что ситуация, которая была тогда в русской православной церкви, нам даже трудно ее себе представить сейчас, вот насколько это было тяжело, насколько это было вот такое лоскутное одеяло, раздерганное, разорванное. И вот тем ярче подвиг новомучников, которые вот крепко стояли, но мы видим, что и среди новомучников же разные есть люди. Кто-то поддерживал митрополит Сергеев, кто-то не поддерживал митрополит Сергеев. Вот это очень разное, но вот в вере стояли крепко. Спасибо, Елена. Да, простите, конечно, об этом можно много говорить, и вот из того, что здесь написано, я, наверное, может быть, десятую часть только сказала. Я очень прошу молитв, пытаюсь писать диссертацию о владыке, и все время, конечно, что-то отвлекает, и работа там другая, но параллельно все-таки приходят какие-то другие вещи. То есть вот за этот период, который с весны начался, и там карантин, и так далее, удалось написать несколько статей по нашим, вот по другим людям, да, которые были связаны так или иначе с владыкой Рафламей. Вот Мучинца Анна, о которой я упоминала. Удивительно нашлись материалы об игумине Гермогене Лисицыне, который был расстрелян на Бутовском полигоне, о котором мы тоже очень мало всего знали, но сейчас собралось вот так, что в пакет документов можно хоть в комиссию по канонизации подавать тоже. Разные, в общем, такие вот моменты, которые параллельно как бы вот всплывают, и которыми тоже надо заниматься. Ну вот надо сосредоточиться тоже вот на этой работе о владыке, прошу молитв. Спасибо вам большое за то, что так внимательно слушали. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...